Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Skladis. Продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим экран на iPhone 6S Plus. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Открутили. Теперь нам необходимо отщелкнуть дисплейный модуль. Это мы будем делать металлической лопаткой. Не рекомендуем пользоваться присоской по той причине, потому что вы отрываете дисплейный модуль из корпуса плюс отрываете сам дисплей от рамки. Это довольно-таки... Трамвируете грубо говоря сам аппарат. Нужно аккуратно отщелкнуть лопаткой. Либо медиатором, либо пластиковой лопаткой. Все открыли. Теперь нам необходимо открутить винтики. Откручиваем. Это делается просто. Снимаем металлическую защиту и отщелкаем к шлифу. Делайте это аккуратно. Иногда вроде бывает, что повреждают печатную плату. Но это бывает иногда. Сам дисплейный модуль при снятии рекомендуем немного нагреть. Так, все. Теперь откручиваем винтики динамика и верхнего шлифа. Убираем металлическую защиту. И динамик. Продолжаем откручивать винтики. Вынимаем металлическую пластину кнопки HOME. Продолжаем дальше откручивать. Отсоединяем шлейф. И аккуратно вынимаем кнопку HOME. Делайте это очень аккуратно. Потому что если вы ее повредите, у вас не будет работать Touch ID. То есть, если вы повредите кнопку HOME, у вас не будет работать сама кнопка HOME. И когда вы установите новую, у вас не будет работать Touch ID. Теперь вынимаем направляющую фронтальной камеры. Теперь нам необходимо отклеить верхний шлейф от дисплейного модуля. Делайте это аккуратно. Если вы его повредите, то вам нужно будет установить новый шлейф. Все, мы его сняли. Все, берем новый дисплейный модуль. Теперь все необходимые детали, которые мы сняли со старого модуля, нам необходимо поставить на новый. Что мы будем сейчас делать? Отклеиваем все пленочки, отклеили. Устанавливаем металлическую пластину на дисплей. Закручиваем винтики. Дисплейный модуль очень легко поменять. То есть, я считаю, что любой человек может поменять дисплейный модуль. Устанавливаем кнопку Home. С ней обращайтесь очень аккуратно, бережно. Все, защелкнули шлейф. Устанавливаем металлическую пластину. И прикручиваем ее. Не перепутайте винтики. У винтиков всех размеры разные. Если вы перепутаете, соответственно, где стоял маленький винтик, а вы туда вкрутите длинный, вы пробьете дисплейный модуль. Установили направляющую. И теперь устанавливаем верхний шлейф. Тот, который снимали. Также устанавливаем слуховый динамик. Устанавливаем металлическую защиту. И теперь нам необходимо все это прикрутить. Не путайте винтики. Часто, вот именно я повторяю, очень часто именно проблема. Это вот новички путают винтики размера. Ну, то есть, где там был маленький, вкрутили длинный. Где был длинный, вкрутили маленький. Все. Теперь нам необходимо подсоединить к печатной плате дисплейный модуль. И верхний шлейф. Соединяем. Устанавливаем металлическую защиту. Ее также необходимо прикрутить. Прикручиваем. Теперь нам необходимо защелкнуть дисплейный модуль. Защелкиваем аккуратненько. И закрутить два нижних винтика. Все. Мы вам показали, как заменить экран на iPhone 6s. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Продолжение следует... Продолжение следует...